Борис Березовский даже после своей смерти продолжает удивлять мир и провоцирует массу спекуляций. Поскольку до сих пор нет его посмертного фото, то кто-то уже начинает думать, что жив он, повешен двойник, а сам Борис Абрамович, исполняя мечту где-то уже вокруг и даже рядом, по обыкновению воскресного вечера, смотрит нас. Заявления английской полиции так часто менялись за эту неделю, что хочется спросить, когда вы говорили правду, господа, когда утверждали, что следов насилия не обнаружено, когда говорили, что шарф лежал рядом или когда объявили, что оборванный шарф узлом вокруг горла. Тем временем английская пресса широко обсуждает версию, что убрали Березовского, там это все еще Платон Еленин, именно британские спецслужбы, ведь именно им было так невыгодно возвращение беглого олигарха в Россию. Еще вспоминают боевой путь Бориса Абрамовича. Правда, никто почему-то не говорит, что всеми достижениями Березовский обязан, ну как бы это сказать, незрелым демократиям. Рыбку он ловил всегда в мутной воде. В 90-е это была Россия. Сбежав, рассчитывал на Украину, инвестировал в оранжевый хаос. Потом надеялся на твиттерную революцию в Молдавии и платил. Поиздержавшись, денег занял. 50 миллионов долларов у сына президента Киргизии, Бакиева. Вдумайтесь, выудил 50 миллионов из чуть ли не беднейшей страны мира. В то же время на цивилизованном, как у нас любят говорить, Западе, бизнес гения Березовского оказался унизительно беспомощен. Впрочем, это удел не только Березовского. Многие якобы таланты, быстро разбогатевшие в России и покинувшие ее, на чужбине лишь теряют. Это типично. Ну вот в разбивку. Батурина, Черной, Смоленский, Бородин, Полонский, Гусинский, Невзлин. История каждого печальная и лично для меня выглядит как деградация. Если же учесть, что обстановка на Западе не становится более дружественной, любого россиянина, вне зависимости от статуса, можно ограбить, задержать и допросить, или даже за несодеянное и недоказанное посадить, как Виктора Бута, либо летчика Ярошенко, то риски жизни в зарубежье возрастают. Наверное, поэтому многие хотят в Россию уже вернуться. Березовский не успел. Версии подробнее позже, а пока о том, что вокруг мистической смерти происходит в Англии сейчас. Наш собственный корреспондент в Лондоне, Александр Хабаров, тот самый, что после информации полиции первым из журналистов прибыл к отцепленному дому в Васкоте. Титнес-парк, где было обнаружено тело Березовского, это объединяющая несколько загородных домов территория, огражденная от посторонних глаз высоким забором. Места, похожие на подмосковную Рублевку. Именно в таких уголках Англии охотно покупают себе виллы, богатые русские. Безопасность, тишина и комфорт. За воротами, которые ведут к дому Березовского, прогуливается павлин. Для олигарха на пенсии чего еще нужно? Эта история достойна пера Канан Дойля или Агаты Кристи. Оставшийся неудел, якобы разоренный, беглый олигарх найден мертвым в загородном особняке. Ни свидетелей, ни предсмертной записки, если это, конечно, было самоубийство. А может быть, суперпрофессионал-убийца проник сквозь этот забор и скрылся, не пойманный камерами видеонаблюдения. Авторы английских детективных романов почему-то всегда высмеивали неповоротливый Скотланд-Ярд. Но дело Березовского досталось даже не столичным сыщикам из Лондона, а провинциальному управлению полиции региона с лирическим названием «Далина реки Темза». По законам жанра усердные детективы тут же перекрыли подъездные дороги и оцепили всю прилегающую к дому территорию. Прошу вас покинуть это место и вернуться к своей машине. Такого количества незваных гостей, наверное, никогда не видели стены этого дома. Криминалисты, сыщики, эксперты по химическим, биологическим и даже радиоактивным веществам. Ткани покойного олигарха отправили на изучение в лабораторию ядерного центра «Олдер Мастен». Именно там шесть лет назад обнаружили у Литвиненко полоний. Внезапная смерть Березовского – дело не менее скандальное и громкое. Чтобы не сболтнуть лишнего, но при этом и не молчать, полицейские избрали для общения с прессой обезличенную форму. Результаты вскрытия проведенного патологоанатомом Министерства внутренних дел показывают, что причина смерти – повешение. Следов насилия или борьбы не обнаружено. Тело Бориса Березовского сейчас находится здесь, в госпитале в Эксен-парк. То, что это действительно он, на опознании подтвердила дочь – Елизавета Березовская. Неназванные родственники сообщили журналистам газеты «Гардиан», что у Березовского, оказывается, обнаружили сломанное ребро. И только на заседании коронера графства Бергшир, который должен официально установить причину смерти, полиция вдруг выложила свой главный козырь. На шее умершего был обнаружен кусок ткани с узлом. Другая часть той же материи болталась на перекладине в ванной, где обычно вешают шторки для душа. На первый взгляд это похоже на то, что человек был повешен с помощью этой материи на перекладины в ванной. Но, как сказал нам полицейский, у них нет никаких оснований подозревать участие какой-либо третьей стороны, но они не могут это на сто процентов отвергнуть. Главный свидетель – это единственный телохранитель Березовского, который, как предполагают, когда-то работал на израильскую разведку «Моссад». Именно этот человек почему-то оставил Березовского в доме одного на целую ночь, а когда вернулся, обнаружил его мертвым. Вы общались с охранником, который нашел его? Нет, с охранником я не общался. Я им хотел позвонить, он мне взял трубку. Расследование затягивается. Неясно, когда и где состоятся похороны. Примечательно, что некогда могущественный политический игрок ушел из этой жизни в чужом доме. По документам он записан на имя бывшей жены. Да еще и под псевдонимом. В Коронерском суде Березовского именуют не иначе, как Платон Еленин. Так он официально зарегистрирован в Британском министерстве внутренних дел. Чиновники добавляют в скобках, что раньше этот человек был известен как Борис Березовский. Если следствие и придет к выводу, что это было самоубийство, все равно останутся сомнения. Слишком много было в Англии в последние годы загадочных внезапных смертей. Литвиненко, Бадри Патаркацишвили, разбившаяся на вертолете, поверенный во многие махинации Березовского, адвокат Стивен Кертис. Это только ближайший круг олигарха, не говоря уже об остальных. В прошлом году в Лондоне едва не убили банкира Германа Горбунцова. Совсем недавно, вдруг, во время пробежки в одном из таких же поместьй, скончался еще один махинатор Александр Перепеличный. Он был замешан в скандале вокруг фонда «Эрмитаж Капитал». И, наконец, то, что случилось с самим Борисом Березовским. Тихая, безопасная Англия, похоже, перестала быть спокойным местом для дельцов из России. Особенно, если у них сомнительное прошлое. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Лондон. Прокуратура Франции, как и прокуратура России, не отказываются от своих претензий на активы беглого олигарха. В случае с Францией, с высокой степенью вероятности, наследникам Березовского не достанутся его две виллы на мысе Антип, южный берег Франции. Клоше-де-Ля-Гаруб и Шато-де-Ля-Гаруб. Французы подозревают Березовского в отмывании денег, а это стандартно и неизбежно. Приводят там к утрате приобретенного. Прямо по классическому слогану быстро разваривающегося риса Анкл Бенц. Непременно превосходный результат. Впрочем, как говорится, потерявший голову по волосам не плачет. О версиях наш политобозреватель Андрей Кондрашов. Человек, который позвонил нам в Лондоне и представился просто Андреем, назначил встречу так, чтобы по телефону не произносить место. «Приезжайте в отель, который прославился после предыдущей, самой громкой смерти», – сказал он. Разумеется, это был отель «Миллениум», где, как на сих пор считает Скотланд-Ярд, Литвиненко от агентов КГБ заразился полонием. Узнав о том, что мы русские, нам тут же запрещают съемки в том самом Пэйн-баре, и, не выпив чаю, мы вынуждены уйти в парк. Главное, о чем заявляет наш собеседник, дословно, «Я много лет работал по Березовскому, и не верьте в его самоубийство». Помните, какое шоу он сделал из смерти Литвиненко? Да? Мне кажется, что если бы это был добровольный уход из жизни, то он был бы обставлен правительственно так же. Версия человека, который не показывает лица, чуть позже, а пока к официальной информации. Итак, полиции кажется, что все похоже на повешение. Причем сначала ни слова о шарфе. Ну, шарф на самом деле фигурировал, так сказать, через третьих лиц, поэтому в таких ситуациях, когда все засекречено и полиция хранит молчание, никогда нельзя быть уверенным ни в чем. Поэтому, ну, был шарф, теперь нет шарфа. Александр Гальтфарф – один из тех соратников Березовского, который изначально отметал версию о самоубийстве олигарха. Но британской полиции как-то быстро поверил. Если обрывок ткани с узлом на шее, а другой обрывок на перекладине для шторки в ванной, значит, повешенное тело просто упало. И я, так сказать, готов с ними заранее согласиться, потому что полиция здесь работает безотказно. Впрочем, если бы полиция была бы на 100% сама уверена в самоубийстве, то никто бы не начал следствие. А о нем на неделе объявили в Виндзоре, самом монаршем местечке Англии. Антураж для старта расследования выдался таким, о котором Березовский мог, наверное, только мечтать. Вот место, где сейчас Коронер Ее Величества объявляет об открытии процесса, а вот буквально пара шагов и официальная резиденция Ее Величества – Виндзорский замок, в который олигарх так мечтал быть вхожим, но при жизни так и не добился. Лоск старой Европы, ее манеры и традиции, которой не сломать ничем – это то, что Березовского в последние годы особенно раздражало. Это говорят друзья, которых у олигарха, в общем-то, было мало. Имеет дело с Березовским – признак дурного тона. Бизнесмен Владимир Антонов, у которого проблемы с властями даже не России, а Литвы, живя в Лондоне, никогда не подходил к Березовскому, встречая его в ресторанах. По его словам, олигарх был отвергнут русским Лондоном, а в британское общество не мог войти по определению, потому что русский. Мы все русские, не надо питать иллюзии. Можно просто жить, зарабатывать деньги, но стать членом общества – нет. Человек потерялся, он находится в любом случае в чужой стране, в чужом сообществе. Его идеи никем не воспринимаются. Он считает себя гением, а он разорен. Он проиграл все, причем публично. И, скажем так, люди даже, которые здесь вынуждены находятся, предпочитают с ним не общаться. То есть это тяжело. Это просто тяжело. Но на этом аргументы в пользу суицида Березовского, собственно, и заканчиваются. Те, кто все же с ним общался, говорят о другом. Такой нечистоплотный человек в бизнесе, каким был Березовский, и в политике, фактически он иметь мог массу врагов. И сейчас трудно сказать конкретно, кто из этих врагов для него был более опасен. Здесь, возможно, разные варианты. Ну, например, месть воров в законе за смерть Бадри, нежелание семьи Бадри делиться с Борисом Бравимовичем, половиной состояния Бадри. Как известно, после такой же загадочной смерти Бадри Патракацишвили, его жена Инна Гудавадзе уступила Борису Березовскому 50% всего наследства мужа. У двух друзей и партнеров бизнес был действительно общий. В статье «Что осталось от бизнес-империи Березовского и Патракацишвили» активы перечисляет журнал Forbes. Итак, поместье на мысе Антип, Шато-де-Ля-Гаруб. Оценка 300 миллионов евро. ИДС Боржоми, производящий также воду в России и на Украине. Оценка 400 миллионов долларов. По некоторым данным, после продажи Боржоми Березовский уже получил свои 200 миллионов. Далее, четыре пищевых компании на Балканах. С фабриками в Сербии, Черногории, Македонии, Боснии. Самая известная на всю бывшую Югославию – князь Милош. Доля Березовского и Патракацишвили – 350 миллионов. Грузия. Крупнейшая телекоммуникационная компания «Мактиком» – 238 миллионов. А еще остров в Майами – 100 миллионов. И так, ночной клуб в Нью-Йорке для знаменитостей – 6 миллионов. Итого, даже если поместье на Антиби конфискует Франция, то остается добра почти на миллиард долларов. Наш собеседник считает, что кто-то из наследников Патракацишвили мог просто не захотеть делить все это с Березовскими. Я думаю, что это одна из основных версий. Семья воры в законе, бывшие партнеры по бизнесу. Это все могло быть. Полиция Долины Темзы слишком многое не договаривает, считают уже российские криминалисты. Не пытались ли Березовского подвесить уже мертвым? Потому и порвали шарф и уронили тело, сломав ребро. Профессионалы, то есть профессиональные убийцы. Ну, у них много методов, конечно. Либо там был человек, который помог ему уйти из жизни по договоренности с ним. Странно, почему он молчит. Либо есть люди или человек, которые его просто убили. Но то, что там не похоже на самоубийство, поверьте мне, однозначно. Я бы даже версию, при таких обстоятельствах, которые мне сегодня известны, я бы версию самоубийства даже не рассматривал. Интересно, что Березовский в последние недели жизни всячески хотел казаться банкротом. Публично продавал картину Уорхола «Красный Ленин». Хотя аукцион «Крестис» подтвердил, что Березовский мог, как и десятки раз раньше, не раскрывать имя владельца. Но вдруг впервые специально указал. Он просил у Скотт Ламвьярда бесплатно усилить его охрану, потому что свою он вдруг распустил. В момент даже его смерти фактически его охранял один человек. Но в настоящее время этот охранник просто исчез. Это еще один факт, о котором молчат власти. Ключевой свидетель, который первым увидел тело Березовского и вызвал полицию, пропал и недоступен даже для Гальдфарба. Понять с ними. Я с ним не смог связаться, но... Не знаю, не могу ничего сказать. Вот он, знакомый всем по последним кадрам. Везде рядом с Березовским. Его зовут Ави. По некоторым данным, отставной офицер Моссада. Ну, во-первых, он израильский человек, который не говорит по-русски. И, судя по роду деятельности, он, наверное, имеет какое-то прошлое в спецслужбах. Или, так сказать, спецчастях, скорее. Как говорят там сотрудник Моссад. А есть версия, что, возможно, тень падает и на другие, будем говорить, силовые структуры. В той же, может быть, и даже Британии, никто его знает. Это как версия высказывается, да? Подозрения у своей же прессы британские спецслужбы вызывают уже тем, что засекретили данные видеонаблюдения вокруг дома. Якобы камеры могли снять своих. Но зачем им убирать человека, который сам был, как минимум, информатором Ми-6? В 2001 году британские власти исследовали тему преступности и отмывания денег русскими в Великобритании. И когда Березовский приехал сюда, он, конечно же, сотрудничал, давал информацию о других русских бизнесменах. Не исключено, что за 12 лет сотрудничества Березовскому тоже могло стать многое известно. Собираясь вернуться в Россию, он мог, например, привезти в Москву хотя бы список предателей, работающих на Ми-6. Могут ли за такое убрать британцы? Нет, нет, этому нет никаких свидетельств. Это очень-очень маловероятно. Это полная чепуха. Мы находимся, слава богу, в Великобритании, где, когда власти что-то говорят, обычно это правда. Разумеется, подозрения в адрес британской разведки – это от всего того же недостатка информации о следствии. Хотя кто будет спорить? Ми-6 была бы как минимум непрофессиональна, не завязав тесных отношений с целым бывшим замсекретаря Совбеза, огромной ядерной державы. Одним словом, вопрос это сегодня вызывает не место Ми-6 в жизни Березовского, а ее возможная роль в смерти олигарха. Однажды, мы это хорошо помним, уже умирал странной смертью один агент британской разведки. Его имя – Александр Литвиненко. Спустя шесть лет все материалы до сих пор засекречены. То есть в случае с Березовским у нас есть абсолютно такой же риск, еще долго ничего не знать. Андрей Кондрашов и Станислав Петров. Вести неделя. Лондон.